Забот у молодых родителей хватает. Свидетельство о рождении, постановка на учет в детский сад, СНИЛС, регистрация по месту жительства – это далеко не весь список необходимых документов на малыша. К счастью, с комплексной услугой в МФЦ «Рождение ребенка» собрать весь пакет документов стало намного проще. Став отцом, Андрей предпочел обратиться в многофункциональный центр «Мои документы». Но то, что ему выпадет честь стать юбилейным, полумиллионным заявителем, мужчина не ожидал. Даже не представлял, но как-то необычное чувство. Ну, наверное, да, рад. Но раз в третий прихожу. Потому что ребенок родился, нужно было оформлять документы. Ну, в общем-то, это все удобно. С момента, как первый заявитель перешагнул порог многофункционального центра краевой столицы, прошло почти ровно два года. С тех пор, кроме количества посетителей, увеличилось и число отделений, и предоставляемых услуг. Сейчас уже семь многофункциональных центров «Мои документы» принимают горожан во всех точках города, включая также отдаленные районы. Например, с начала 2016 года работает отделение в поселке Трудовое, и этим летом открыли подразделение центра «Мои документы» на острове Русском. Теперь жителям пригорода и острова больше не приходится преодолевать немалые расстояния до материка для оформления любых документов. Два года назад мы оказывали 62 услуги, сейчас у нас уже 159. Конечно, у нас растет и ожидаемо растет количество заявителей. Сейчас в среднем, еженедельно мы принимаем около 1600 заявителей. Кстати, 23 сентября в МФЦ пройдет день бесплатной юридической помощи. Практикующие юристы и адвокаты окажут консультацию всем желающим горожанам. Прием состоится в отделении номер 5 на Партизанском проспекте 28А с 11 до 17 часов. Александра Нитая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.